Послание Отца Абсолюта 3 июня 2021 года Объективная реальность Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами переходим к новой теме, которую условно можно назвать «Объективная реальность». Она включает в себя множество аспектов на всех уровнях бытия. И начнем мы с вами с определения самого этого понятия. Что же такое объективная реальность? Это то, что существует вне рамок вашего восприятия, а значит вам не подвластно. И сейчас мы попробуем разобраться в этом более подробно. Вы много раз слышали от меня и многих представителей сил света, что вы можете создавать свою реальность силой мысли. Вам также давалось для этого немало практик. Но в данном случае подразумевалось, что вы создаете субъективную реальность, ту, которую рисует ваше воображение и которой стремится ваша душа. А теперь давайте разберемся, в чем же состоит разница между объективной и субъективной реальностью. Сейчас на пороге Вознесения на Земле сложилась парадоксальная ситуация, когда подавляющее большинство населения даже не догадывается об этом судьбоносном для вашей планеты и для человечества в целом событии. Но Вознесение – это объективная реальность, и складывается она из многих факторов. Во-первых, это закономерная смена эпох, та самая цикличность, которая существует во Вселенной, независимо от желаний тех или иных цивилизаций. Во-вторых, этот процесс подразумевает изменение энергетической составляющей как самой планеты, так и коллективных сознаний всех ее обитателей. Как вы уже знаете, ваша Земля изобилует различными существами, воплощенными в человеческих телах. Поэтому в ее энергетическом поле существует множество коллективных сознаний. В-третьих, повышение вибраций Земли происходит независимо от воли человека. В-четвертых, принять и усвоить эти новые вибрации способны далеко не все, поскольку они созвучны лишь с древними чистыми душами, которые воплотились в это время на вашей планете, чтобы испытать уникальный опыт перехода в своих физических телах вместе с Землей в более высокую мерность. В-пятых, противостояние сил Света и Тьмы на Земле является неотъемлемой частью этого перехода, поскольку нынешние властелины мира не вписываются в новые энергетические процессы на вашей планете в силу своих низких вибраций. Они не способны дотянуться до них еще и потому, что не обладают Божественной Душой, и Свет, к которому интуитивно всегда тянется чистая человеческая Душа, для этих существ представляет смертельную опасность. В-шестых, все пять природных стихий на Земле перестраиваются под новые вибрации, что сопровождается их очищением и трансформацией. На физическом плане это проявляется в виде природных катаклизмов. И в-седьмых, в этом процессе задействована и ваша галактическая семья, поскольку все вы неразрывно связаны между собой. Все это является объективной реальностью, изменить которую человеку не дано. Но своим сознанием вы можете максимально приблизиться к ней, с тем, чтобы она гармонично сочеталась с вашей субъективной реальностью. И в следующем послании мы поговорим об этом более подробно. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.